В выходные во двор дома в микрорайоне Азотный города Донецка прилетел снаряд. Осколки пробили крышу и стены в соседнем доме. Чудом никто не пострадал. Это где-то случилось. Я пошел в храм Пасхи освещать где-то минут 15-8. А дальше оно произошло где-то половину. Хозяин огорода говорит, что это была 127-мм мина. Но когда мы прибыли на место, осколков снаряда уже не было. Их забрали представители ОБСЕ, которые осмотрели место взрыва. У нас пески где-то находятся. Если вот так взять, на ту сторону. Вот как оно легло, все пошло сюда. Вчера утром снаряд пробил крышу больницы номер 21, которая находится в Октябрьском районе города, всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Там и с той стороны первый раз попало. Это сегодня все? Ну, говорят, что она не разорвалась. Вы видите, что стекла целые. Или перекрытие, может, чердачное хорошее, что там потолки целые. Стреляют, а кто стреляет? Откуда? С Авдеевки, Спесок, мы же, знаете, все прячемся, кто по подвалах, кто куда. Вообще людей в районе много осталось? Ну, 10% от силы. А с нового года нет отопления. В воскресенье днем прямое попадание в дом на пересечении улиц в сигнальный стратонавтов. Отсюда до аэропорта расстояние еще меньше. А давно попало? Ну, полчаса, может быть, назад. Оно уже не сразу разгорается. Со временем. У нас тихо не бывает. У нас каждый день. Это просто сюда не попадало вот раньше. А сейчас вот опять по поселку. Многие местные жители, которым мы задавали вопрос, откуда прилетели снаряды, указывали в сторону Песок. Этот поселок находится недалеко от взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. Сейчас Пески контролируют украинские военные. За отводом тяжелого вооружения наблюдают представители АБСЕ. Но если судить по стрельбе, которая слышна в районе Донецка в последние дни, стороны продолжают использовать оружие калибром больше 100 мм и продолжают нарушать Минские соглашения. Чтобы понять, что происходит, мы решили обратиться в совместный центр координации контроля прекращения огня. В этом центре российские и украинские офицеры вместе фиксируют случаи нарушения режима тишины. Ответ был неутешительный. Обе стороны отрицают, что вели огонь. Но снаряды при этом продолжали падать. С нашей стороны выстрелов не было. С этой стороны, со стороны ВФРД тоже, естественно, докладывают, что обстрелов не было. Ну, то есть, как бы, их позиция, мы сами по себе не стреляли. Представитель ВСУ подтверждает, к выходным обстрелы действительно участились. Но говорить о полномасштабном возобновлении боевых действий пока, конечно, рано. Как правило, это вот, ну, как снежный ком. Один стрельнули с одной стороны, с другой два раза, с третьей три. Подключили крупный калибр, потом подключили гранатометы, потом минометы. И пошло-поехало, как снежный ком. Созвонились, договорились, стоп. Военные совместного центра признают, что и их слово «стоп» работает не всегда. Это хорошо слышно даже из центра Донецка. Стрельба в районе аэропорта продолжается. Зинаида Бурская для настоящего времени.